Всем привет! Меня зовут Света и с вами видео новости недели. По техническим причинам пред вашей светлой очи я предстать не могу, поэтому переходим сразу к делу. В патче 4.0 для ION появится три новых класса. Компания NCSoft объявила об этом на выставке Gamescom 2012. Один класс будет носить огнестрельное оружие, а другой будет воевать музыкальным инструментом. Кроме этого, разработчики сообщили, что в патче 3.5 появится самый сложный босс из когда-либо представленных в игре. Paradox Interactive объявила о начале бета-теста многопользовательского средневекового экшена War of the Roses, разработкой которого занимается студия Fat Shark. Зарегистрировавшиеся для участия игроки уже могут проверять свои почтовые ящики на предмет наличия там письма приглашения с вожделенным кодом и инструкциями по активации. Кстати, вся информация из бета-теста под НДА. Дождались! 16 августа стартовал пятый закрытый бета-тест MMORPG Archage, в честь чего мы стримим все время, пока сервера онлайн. Пятая бета продлится до конца августа, сервера работают с 7 утра до 9 вечера по Москве, а в выходные и вовсе круглые сутки. Записи стримов у нас на канале, а вся информация по текущему бета-тесту на сайте Archage.ru. Arena.net опубликовала даты и время запуска различных версий предзаказа Guild Wars 2. Все оформившие предварительную покупку с ранним стартом на 3 дня начнут играть с 25 августа в 11 утра по Москве. Разработчики не исключают, что сервера поднимут пораньше часика этак на 3. Предзаказавшие игру с ранним стартом за 1 день начнут играть 27 августа в 11 по Москве. Регистрацию кодов предзаказа уже включили. Для тех, кто не оформлял предварительную покупку или предзаказ, игра стартует 28 августа и тоже в 11 по Москве. А еще в сети появилось подробное видео превью брони различных рас. Оказан не только внешний вид экипировки, но и предлагается информация о том, где ее достать, сколько она стоит и какой уровень персонажа нужен, чтобы ее надеть. Сервер RuFo запущен в тестовом режиме ММО «Мир танков World of Tanks». Он находится в Новосибирске и должен улучшить качество связи для игроков, живущих в центральной части России. Чтобы принять участие в тестировании RuFo, нужно вручную выбрать его в списке, потому что до окончания теста автоматически он не назначается. Все игровые достижения на нем будут засчитаны для учетной записи точно так же, как и на других серверах. 17 августа в европейском регионе состоялся релиз гангстерского сэндбокс-экшена Sleeping Dogs. У нас на форуме уже есть обзор этой игры от Камрада Тапика. Огромное количество новостей, в основном в формате видео, обрушилось на Гоху в ходе выставки Gamescom, которая прошла в немецком Кёльне с 15 по 19 августа. Например, опубликован трейлер, посвященный хоррор-шутеру Dead Space 3. В нем рассказывается о системе конструирования оружия и демонстрируются ее возможности. Релиз игры в феврале 2013 года на PlayStation 3, Xbox 360 и PC. Компания Warner Bros. представила новый геймплейный видеоролик к файтингу Injustice Gods Among Us с участием Catwoman. Релиз игры ожидается тоже в 2013 году. Компания Paradox Interactive и Zeal Games Studio представили геймплейный трейлер к стратегии-симулятору Гномьего Поселения и Game of Dwarfs. Релиз игрушки ожидается в конце этого года. Парадоксы, как всегда, с юмором подошли к задаче. В аннотации к трейлеру сообщается, что, пытаясь сэкономить на авиабилетах на Gamescom, команда решила прорыть тоннель из Стокгольма в Кёльн. Совсем неожиданно Штольня привела их в поселение Гномов, моменты повседневной жизни которых и смогли запечатлеть разработчики в трейлере. Дрэгоннест готовится к появлению на русскоязычном пространстве. Для нас Mail.ru приготовили простой и забавный конкурс, главными призами в котором станут ни много ни мало iPhone и устройство из профессиональной игровой линейки Logitech. Правила предельно просты. Участникам нужно распечатать портрет психоутки и сфотографироваться вместе с ним в неожиданном или наоборот в подходящем для психоутки месте. Получившийся результат выложить в специальной теме и дождаться решения жюри. Гоха.ру вместе с сайтом WoW.ru проводят конкурс скриншотов «Незабываемый момент». Участникам нужно предоставить скриншот локации из World of Warcraft, которая запомнилась им больше всего. Кроме этого можно вкратце рассказать, чем эта локация так близка игроку, красотой, произошедшей здесь ситуацией или чем-то еще. Конкурс продлится до 1 сентября этого года. Два победителя получат в качестве призов игровые мыши World of Warcraft MMO Mouse Legendary Edition. Скриншоты и рассказы публиковать можно в специальной теме на нашем форуме. Из интересных видео на этой неделе можно отметить мировую премьеру вступительного ролика «Mists of Pandaria». Valve опубликовала кинематографический трейлер шутера Counter-Strike Global Offensive, релиз которого ожидается 21 августа. На прошедшей неделе русские геймеры всем показали кузькину мать и почем фунт лихо. Команда Moscow Five победила в турнире European Regionals на Gamescom 2012 в дисциплине League of Legends. Отличились мы и в корейских MMORPG. На третий день закрытого бета-тестирования Archage русский клан Rise захватил северные территории. Это первый захват на ЗБТ и сразу русские. Есть чем гордиться. Поздравляем, ребята. На этой радостной и немного торжественной ноте позвольте отклониться. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok